МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев нашёл неожиданные фотографии для семейного альбома Спартака Сумченко и Олеси Железняк. Да нет, он мальчик точно, но ничего страшного. Это девочки, ребята, это девочки. История их любви. После этого он стал меня уже так добиваться. Понял, что я уплываю? Я наплываю. История ревности. Я помню, что дальше было как в фильме «Терминатор-1». Я просто его поднимал куда-то, значит, об одну стену, об другую. Просто, пожалуйста, не надо подробно. Я это не могу, мне тяжело всё это. Я не могу это. Почему они вместе? Вот муж мой. И хотят ли пятого ребёнка? Это ж подарки. Я тебе ещё приготовлю подарок. Добрый день. Сегодня мы листаем семейный альбом Спартака Сумченко и Олеси Железняк. Я извиняюсь. Вот это кто? А то ты не знаешь, кто я. Гражданка, от которой поступил сигнал. Распишитесь. Да, пожалуйста, дело здесь. Бог на правду вывел. Не будете ставать свой нос в чужие щитовые. Пойдёмте, гражданин инспекции. Да иди уже. Я знаю, что все имена детям придумаете вы. А жена просто принимает. Олеся, а вы знаете, в честь кого вашего мужа назвали Спартаком? Конечно, в честь героя. Не самое распространённое имя, в общем-то так скажем. Ну да, да уж. Как вообще возникло это имя в семье? Может, это была традиция? Все Спартаки. Гладиаторы, да. Папа был главный гладиатор, он занимался бодибилдингом. Мой папа был. Он не занимался бодибилдингом, на самом деле. Он был тренером по атлетизму тогда. На западе Москвы, да? На западе Москвы. Тогда это называлось именно так. Педагог по физкультуре и спорту, организатор соревнований. В общем, какая-то такая должность была советская. И я, значит, вместе с ним, и с этой молодёжью заводской, будучи там ребёнком, всё время бегал на лыжах, толкал гири. А заодно была, так сказать, тогда ещё запрещённая, непонятная никому, атлетическая гимнастика. И папа даже снимался в кино в этом образе. Его намазали золотой краской. Да, да, да. Расскажу. Можно как гимнастию уже кинематографистов. Да, да, начиналось, начиналось. Да, наверное. Город-зеро, да? Да, был нужен для эпизода какой-то здоровый дядька. Первый стахановец нашего города – Егор Быков. Батя, значит, очень гордый, очень волновался. Я помню, я на мальчик. Он похож на Шварцегера, кстати. У нас какие-то такие стогаффи были такие. Шварцегер похож на него. Похож на него, да, да. Откуда вот эта вот тема называть такими не самыми распространёнными, вот исконными русскими именами? Там Савелий, Прохорова, Гатки. Вот хочется исконно. Вдругой последствия. Гатки Прохор, Фома. Да. Да. А почему мы смотрим на Олеся? Я слышал версию, что Олеся не имеет к этому никакого отношения. Да, да, ну как никакого, всё-таки она мать. Я правильно говорю, Лариса? Да, что-то так правильно, что даже странно. Татью. Он у нас главный в семье, вот то, что он говорит, иногда, конечно, там, естественно... Ерну какую-то говорит? Да, ну... То есть без вариантов он просто говорит, а Агафья? Ну да, ну да, ну как-то там были там Агафья Марфа, у меня бабушка Марфа, кстати, была... Это было бы тогда осмысленно, мне кажется. Да. На самом деле я предлагаю два-три варианта. Так. Это так. Хочется таких корневых имён. А вас-то в честь кого назвали? Ой, а меня не знаю, в честь кого назвали. У меня же, ну, папа с мамой... Вы младшая сестра. Да, младшая сестра. Вот, хотели Наташу. Хотели Наташу. Уж казалось очень красивое имя Наташа. А подходит, кстати. Наташа. Мне кажется, подходит Наташа. Да, Наташа. А крёстный мой сказал, будет Олеся. Вот так вот. А сестёр кто назвал? Да. Людмила и Оксана. Да. Вот, которую мы любовно называем Аксанида. Аксанида? Аксанида почему-то мы по-гречески её называем так. Да, да, да. С уважением. Вот. Две красавицы у меня старшие. Это так вот прямо с детства повелось, да, Оксанида? Да. Вот почему-то так вот она какая-то вот такая у нас. Так вот повелось. Греция она не имеет никакого. Ну, хотя мама у нас тоже мама... Гречанка. Мама Гречанка. У нас сегодня тоже легенды какие-то были. Профиль. Вифас. Гречанка. Мамочка, да, моя. Действительно Гречанка. Ну, знаете, как я слышу. У вас есть что-то, да, такое вот. Слушайте. Я когда в Японии была, я вам говорю, я когда в Японии была, я была японка. Но мама у меня, она действительно, она такая у меня нос такой был, а бабушка Марфа у меня, когда на фотографиях, вот старость, она вообще такая прям, вот прям... Гритамикенская что-то даже. Я думаю, если я буду похожа в старость, там бабушка Марфа, ну, такая, она прям на бабу Ягуну, на добрую была похожа. Такая, что я серьезно. А в Японии у вас, я, вот это слово красавица, у вас же в Японии... Каваю, да, я помню. Я там, правда, очень как бы, я бы, если бы не здесь была бы, то жила бы в Японии, думаю, там у меня бы жизнь сложилась бы тоже хорошо. Я бы нашел тебя в Японии. Конечно. До сих пор вот моя старшая сестра Оксана, он мне все время говорит, что загубила ты мою юность. Хорошо, что сейчас хоть как-то, говорит, я немножко пытаюсь выправиться, потому что я была довеском в семье. Я была третья, мама много работала. У меня все время хвостиком к сестре, там, допустим, это я сейчас уже понимаю, когда у нас четверо детей, когда мне говорят, а где ваши дети занимаются, в каких кружках? Я не знаю, как это объяснить, что невозможно. То есть мы хотим какой-то кружок, мы там начинаем, а потом расписание, там, один хочет туда, они же как-то расползают, как тараканы все. Поэтому вот очень трудно устроить. И вот у нас тоже было там три сестры. Одна сестра у нас побольше разницы, 9 лет, Людмила. И она была для меня всем примером. Она была библиотечным техниками. То есть я в детстве, в 10 лет, я прочитала «Поющие в Терновнике». То есть это была такая... Я до сих пор не прощал. Вот, а это книжка женская, она такая про любовь там. Я тоже, кстати. Потом сестра моя, Оксанида, ее мама в гимнастику отправила. И меня следом за ней. То есть Оксана была где-то на батуте, а я рядом с батутом. Оксана шла куда-то там, это я с ней рядышком. И она мне до сих пор простить не может, что... Потому что мне так было хорошо, ей было плохо. Ты перепрыгала ее. Да, мама ее заставляла брать меня всегда. У нас фотографии от вашей одноклассницы. Гончаровой Екатерина. От Кати Гончаровой. Вот я прошу обратить внимание. Да. Спартак. Да. Единственная девочка, которая с двумя мальчиками сидит. И вообще там девочки стоят, а одна девочка пристроилась просто вот с мальчиками. Слушайте, а я вам скажу, а это не мальчики, это две девочки. Да не может быть. Да. Правда? Это Катя, да. Спартак, посмотрите, по-моему... Да, это две девочки. Как-то неловко пытается сейчас уйти от ответственности. Это Катя, она была первая красавица у нас в классе. Как Агафья на тебя похожа? Да нет, ну мальчик точно, но ничего страшного. Это девочки, ребята, это девочки. Очень неубедительные. Я вам серьезно говорю. А это Катя, первая красавица в нашем классе. Ей дарили все время подарки мальчики. Это я помню, я говорю, я была самая высокая в классе. А дарили ей? А Катя, да, да. И когда мы на 8 марта приходили, у Кати было много все время каких-то подарков, а у меня лежал блокнотик и карандаш. Вот такой был. Ну а что ты еще нужен? Ты же ходишь читать книги. Да. Это мы ездили в трудовой лагерь собирать черешню. Мы же с Валюшей решили это, бизнес решили открыть. Помидорчики будем выращивать, огурчики. Такая красота наступит. С кем-то общаетесь из одноклассников? Нет. Вот, ну как-то времени нету. А вы, Спартак? Я пытаюсь, я забрасываю иногда удочку вот в этих сетях. Я ужасно не люблю эти сети. Я знаю, что вы, Олеся, вообще не интернет-человек совсем. Я вчера пыталась найти билеты, мне сказали, очень просто находятся аэрофлотские билеты по интернету. Да. Господи, я думаю, я посиди. Есть же муж, который... Нет, я тоже небольшой специалист, если честно. Но это правда несложно, дело не в этом. Там все равно какой-то новый ход предлагается. Ход? Ну, какой-то там вот открываешь, и все время какая-то новая кнопка, которая тебя ведет, а потом раз, и все. Вот у меня это обнуление, оно у меня действует. Ну, вот, видите, Олеся думает, что там кнопка кого-то куда-то ведет. Там не так. Там все не так. Ну, а старший-то, наверное, уже вообще... Старший, да. Старший мы пресекаем. Консультант в семье есть. Есть. Мы пресекаем это все. Навороченные гаджеты отобраны мною. И куплены самые дешевые телефоны на кнопках. Суровый какой. Просто которые помещаются в ладонь три штуки. Вот такие они. Да, да. Оказалось, что он далеко ушел. Да, да, да. Очень далеко. Оказывается, какие-то были деньги проиграны. Но пока что виртуальные. Оказывается, значит, там какие-то подключаются новые-новые услуги какие-то. Да, да, да. Он уже все. Он, конечно, может все. Я до сих пор, честно вам скажу, я до сих пор не знаю. Мне человек говорит, а твои дети по какой системе учатся? Я говорю, ну... По Слеславскому было. Хорошо, нормально. Я до сих пор не знаю, когда у них каникулы. Я не знаю, когда... Теперь, когда лишь нет дневников, я не понимаю, когда у них вообще ничего. Я не знаю. Нет, да, Лесь, ты не знаешь, когда каникулы, не потому что дневник электронным стал, а потому что ты не следишь за этим. Все. Я знаю, когда каникулы. Ну хорошо, слава богу. Чего ты так удивляешься? С такой работой сам бог велел. Я тебе умоляю, не надо строить себя вложения, ну, знаешь, не надо. Не надо меня осуждать. Я мать, понимаешь? Я мать. Спартак, а как вы отпускаете жену? Темы ревности вообще нет в семье. Вот она на гастроли там. Ну, скажем так, я работаю на цепле. Я работаю на цепле. Ну, а как меня не отпускать-то? Ну, это понятно. Ну, можно сопровождать. Сопровождать, ну, должен же кто-то в тылу оставаться. Прикрывать, да? Прикрывать, конечно. Кто же будет трех сыновей и дочь строить? Просто известна же история, собственно, как вы обратили на себя внимание. Но это была такая превентивная мера, чтобы просто показать, это моя? Или что? Или вспышка гнева не контролирует? Я был состоятельный эффект был. Олеся, расскажите вы, как вы эту историю помните в присутствии Спартака? Ну, такой парень был в Китисе. Что-то он такое сказал Спартаку. Что он сказал? Она моя. Ну, дальше был ответ. Да. Так я понимаю, да? Ну, вы уже были в отношениях к вам? Ты сейчас расскажешь. Мы встречались. Ну, нет, я встречал, провожал. Нет, я встречал, провожал. Пока не было у нас отношений. Это что ты можешь сказать? Да, больше ничего. А парень-то замечательный. Прекрасный Паша Егоров. Я его потом встречал через много лет. Он мультики делает. Он, по-моему, стал режиссером. Он делает мультики для детей. Хороший, добрый парень вообще. Но я в очередной раз встречал Олесю просто из Щуки. Где-то что-то я слышал, что Олесе вообще-то еще кому-то нравится. Что-то кто-то там есть с их курса, не с их курса, с параллельного. Мне это немножко как-то... Нет, монополии, да. Ну, да, да, хотя я не видел никаких проявлений с совместной стороны. Да, да, да. А я думаю, что это и послужило причиной тому, что все-таки ты решил, что я должна быть рядом с тобой. Потому что когда Спартак учился в Щуке, у него тоже же там было, знаете, в Щуке, много артисток разных тоже. Меня вот, например, в Щуку не приняли. И у меня только недавно комплекс прошел, а может, еще и не прошел. Я вот когда проходила мимо Щуки каждый раз, у меня как раз сердце сжималось, думаю, меня всегда не приняли. И там я понимала, что я как бы не вышла, что называется. Вот. И когда он туда поступил, и помню, был момент такой тоже, он мне тоже говорит, понимаешь, мне нужно разобраться в своих чувствах. Ну, это, знаете, так мужчина, он часто, как обычно. Даже была фраза такая, я припоминаю Спартаку ее. Опять же, когда он мне сказал... В метро, в метро. Ты для меня прочитанная книга, я помню, меня тогда так-то задело. Была такая фраза. Это была сильная фраза. Это я где-то увидел в кино, в американском кино. Да, да, это была сильная фраза, которая меня так задела. Сейчас я уже, конечно, думаю, господи, надо было такое ляпнуть. Я смотрю, и сейчас действует, да? Да, да, в таком возрасте, в таком девичестве, это, боже мой. И он, я так понимаю, тогда определялся. После этого он стал меня уже так добиваться. Ну, да, я напряжусь. Понял, что я уплываю. Я напряжусь. Уплываю. Подумал, может, она неказистая, зато за ней ходят такие свежеволосые лель. Я пришел, и как на вокзале потерявшийся человек, значит, там, я попал в какой-то принудент между вот этими лекциями или занятиями. Выходит, как мне тогда показалось, быстро, летящей походкой, этот, значит, паренек, он мне показался высоким каким-то таким, ну, понимаете? Волши развиваются. Да, когда он был такой кучерявый, хотя я тогда тоже не стригся еще коротко, так, подлетел ко мне, взял меня, значит, под локоть, а ну-ка пойдем. И как только мы завернули куда-то под лестницу, я начал его бить. Я помню, что просто дальше было, как в фильме «Терминатор-1». Я просто его поднимал куда-то, значит, об одну стену, об другую. По-другую надо подробность, я это не могу, мне тяжело все это, я не могу это. Лура! Шо? Ты, если что, смотри у меня. Ты же мое, от Элла Кучугорская. Ну, это произвело впечатление поступка. Нет, ну, я был, я был, я был, я был. Мне это все тяжело. Нет, потом было очень нехорошо. Во-первых, я сломал палец на правой руке, сходил в гипси. И Паша был с лицом этого инопланетянина. У него было вот такое лицо, это была голова какого-то гуманоида. И, по-моему, даже я созвонился с Пашей через пару дней как-то. Мы помирились, помирились. На самом деле, я вам скажу по поводу того, что вот эта история с Пашей Егоровым, что не это, конечно, явилось тем, что сердце мое расположилось к нему и открылось навстречу. Это хорошо. Этой любви. А что? А вот просто вот муж мой. Смотрите далее. Неожиданные подробности из жизни известной актрисы. Эта история феноменальна, когда вас на Кипр выписали. Выписали. Это же фактически служба эскорта. Абсолютно. Вы не понимали, да? Что хотела спросить у Олеси Татьяна Кравченко. Алло. Привет, Татьяна Кравченко. Татьяна пришел. Господи, дети обрадуются так. А кем были родители? Сестры мои обижаются, когда я говорю, что папа грузчиком был. Мне сестра говорит, что ты так вот, папа грузчиком. Да, скажи, что в сфере торговли. Ну, я говорю, послушай, говорю, ну вот как... В сфере торговли. Менеджером. Но когда я была, он когда-то был начальником. А, все-таки. Да, не склада, нет, каким-то он был начальником. У нас даже машина была, когда меня еще не было. То есть это была машина победы какая-то. По советским временам. Это было, да. Нас не было никогда. Да, но папа мой был очень азартный человек. Папа любил карты играть. Папа, я помню, периодически, он был на бегах. А ты сыграл? Он играл, любил. И проигрывал, да? Ну, знаете, наверное, проигрывал. Так вот в кого, Савелье-то? Слушайте. Но папа мой, он так любил жизнь, он все время придумывал что-то. Я говорю, что он придумывал, что он пускал поезда под откос какие-то. Ну, как он 31-го года, 10 лет было ему кодоварно. Ничего не сходилось у нас, ничего. Он какие-то выдумывал новые, что он Берию брал, что он... Берию брал? Да. И папа... У него какая-то была своя хронология новая. У папы была абсолютно своя, то, что он еще там в Кремле у него были какие-то... Дела. Дела у него были в Кремле у папочки моего все время. Мама, я помню, все детство она разводилась с папой. Она все детство говорила, скажи, отец, ты мне не отец. Она мне все равно говорила какие-то слова вот такие, я помню. И мне было так страшно это, потому что я очень любила папу своего. Несмотря на то, что он выпивал там. Какие-то документы у нас лежали в каком-то... Готовые уже. Готовые в каком-то ящике. В таком целлофанном пакете документы на развод как бы лежали. А потом она еще вела дневник иногда. Был у нее дневник, это я тоже не могла понять. Она писала, вторник, такое-то число. Пришел трезвый. Да было 0,5! Я же тебя убью! Слушай, я в автостанции, два счетчика плачу. В смысле? Буханка, ты же меня добил до ручки! Я с тобой до предела дошла! А ну, стой! Извиняйся! Буханке, стой! Я же тебе ноги все с козлями повариваю! Вот идея пойти в профессию, когда вы для себя точно... Когда точно, значит, это вот сестра моя все. Людмила. Людмила. Она, может быть, даже хотела быть артисткой. Сейчас она тоже мне говорит, надо было все-таки мне, конечно. И в итоге она мне сказала, когда я закончила уже хореографическое отделение училища культуры, поняла, что это не совсем мое. Мне, прости, очень нравилась какая-то станция. Да? Олеся талантливая. А вы видели? Конечно. Ну, а-ка. Мы познакомились немного ранее, поступление. Мы в один год поступили. И Олеся работала в танцевальном коллективе. По ночным клубам мы ездили. Седьмой ринг? Седьмой ринг? Да, да. Он назывался, да? Да. Какое-то бойцовское название. Я Олесю встречал по ночным клубам, когда мог. А я танцевала в ночных клубах и тратила деньги на педагога, когда я уже поняла, что хочу поступать. То есть я вот получала эти 15 рублей, и это мне хватало там на три занятия, условно говоря, вот как-то педагогу и по речи. Мне много уроков не требуется, я и так хорошо пою. Просто у нас в ресторане певица забеременела, и я хочу пойти по эстопам. В смысле забеременеть? Она через три месяца в декрет уходит. И мне повар сказал, научишься хорошо петь, я тебя возьму. Ну, в общем, я танцевала вот в этих ночных клубах. Ну, там без всякого было. То есть там без... Олеся танцевала исключительно в одежде. В одежде, да. Не предлагал мне никто никогда... Нет, ну вот эта история феноменальная, когда вас на Кипр выписали. Выписали. Это же фактически служба эскорта. Абсолютно. Вы не понимали, да? Я вообще не понимала это. Что такое поехать танцевать на Кипр. Я больше вам сказала, я даже была рада, когда первое время, думаю, господи, посижу, пообщаюсь с людьми. Когда они говорят, а как вас записать, каким именем? Я думаю, ой, господи, имена-то тут другие дают. Это я не знал об этом. Я была... Слушайте, я была... Я потом не знал, я бы устроил там локальный конфликт. Послушайте, ну это ты еще тогда... Мы с тобой были не знакомы еще тогда, это было до поступления. Все равно устроил. Слушайте, и я даже имя себе... У меня было имя Алевтина. Алевтина. Ну, оно не сексуально, Алевтина. Мне кажется, смешно, я думаю, на Кипре буду Алевтина, ну а что мне, как бы, я же не туда поехала, не за этим. Ну, а в какой-то момент до вас дошло вообще? Через неделю где-то поняла. Я поняла, потому что я поняла, что им неинтересно мое общение, как бы, я им рассказывала, я... My name is Алевтина, там. Я from Russia. Москва из... Great capital of the USSR. Значит, и я вот это вот все и втюхивала. Сидели какие-то мужики за столом. Греки. Греки. Вот, они, значит, так сначала так переглядывались. Подзывали начальника какого-то. И он мне говорил, типа, спасибо, до свидания. Я говорю, окей, окей. Все это. Дружба. И я уходила. А потом через несколько дней я просто поняла, что как-то мне неохота вообще. Вообще с ними разговаривать неохота, я поеду домой. Как тебя зовут? Так я же Зоя. Стасик, это Зоя нашлась. Ее обокрали и деньги отобрали. Надеюсь, непоправимого не стряслось? Стряслось. Тебя лишили невинности. Паспорт свистнули. Он же тоже в кошельке лежал. Стасик, нас не обесчестили. Нам какое-то снимали вот там жилье какое-то и стали звонить какие-то греки. Ай. И я поняла... Алло? Да, да. Чего вы хотите, мужчина? Ну как так? Я поняла, что поеду-ка, я уже домой. А танцевали-то вокруг шеста или нет? Нет, нет, нет. Я не понял, что просто был танцевальный номер. Слушайте, это были номера, с которыми мы потом в цирке работали. Это было как кордебалет, сопровождение. Вы знаете, я вам скажу, это классно танцевали. Там четыре девушки у вас было, четыре. Это первый, да? Да. Ну, а из тех, с которыми мы прожили большую жизнь, это... Прожили, 12 лет. Первый такой. Как звали? Боб. Да. Бой мастив Боб. У нас до этого были собаки. Я, кстати, свой путь в мир собак начал с Олесиного Феррика Коли. Здоровущий пес, и меня предупредили, что он кусается. Он у нас бешеный, говорила мне Олеся. Он чумкой переболел. Я даже подружился с ним, с этим кобелем. Правда, он мне прокусил обувь. Прям вот во время первой же прогулки. И руку. Я как-то стал, да, непозволительно близко с ним общаться. Ага, и он обозначил. И он обозначил границы, конечно. Да, даже есть какие-то вещи. Я был раньше тебя, сказал он. И съел часть моего ботинка. Он, кстати, много съел. Он нашему дяде-генералу съел шинель. Он дядя-генерал? Да. Так, я не знаю вот эту историю. Да, у нас дядя-генерал, у нас вообще семья такая. У нас много летчиков по папиной части. Извините, вот эти новые телефоны. Вы можете ответить. Татьяна Эдуардовна Кравченко звонит. Но я сейчас ей... Кстати, так ответьте. Она уже говорит, я тебя смотрю. Алло. Алло. Привет, Татьяна Эдуардовна. Мы у Евгения Додолева в передаче сидим. Поэтому я тебе с тобой говорить не очень могу. Привет огромный. Ей тоже. Хорошо, мы все вернем. Вот. И в общем, дядя-генерал у нас был. И у меня братья, три брата у меня, которые закончили военные летные училища. Двоюродные братья, да? Двоюродные, да. Знаешь, ты тоже на нашего летчика запала? Нет, нет. Вы неправильно меня поняли. Так получилось, что я должна ему денег. Я думала, приедет, отдам. И вообще я замуж. Да ладно, не стесняйся. Замужем она. Одно другому не мешает, а Игорь у нас мужик видный. А вы в спецназе реально? Я недолго служил в армии. Надо сказать правду. Была все-таки срочно? Да, это было, ну да, только часть. Я потом закосил. Пусть об этом знают все. Мне как-то это надоело, не очень понравилось. В спецназе не понравилось? В армии вообще в целом. Мы даже ездили туда недавно, в Псков, на место этой дивизии. Помнишь, ее расформировали? Да, мы поехали в Печенковскую область. Паломники, монастырь. Спартак мне первый подарил Библию вообще в мою жизнь. Мы не были выцерковленными, да, там, мои родители. Ну, православные. Ну, православные, конечно же. Крещеные? Крещеные, конечно. И вот когда уже у меня мама с папой там, ну, нету, и когда вот они уходили, уходили тяжело и... В смысле, болели? Да, болели. Чем? Мама болела, ну, они инсульт ему болели. И тяжелым очень таким. Как бы все равно уже и иконы были дома, и папа, и мама, как бы... Все равно они сердцем были, они были верующими, очень любими. И очень добрыми, и очень вообще прекрасные у меня родители были. И спасибо родителям моим за то, что вот за мою жизнь, за все, что это все, что есть, это, конечно, мама и папа. Вы знаете, звонок Кравченко просто вот совершенно... У нее столб открытый, она поэтому чувствует, что про нее где-то тут уже... Свата – это вот тема, про которую мы не можем, конечно, никуда не поговорить. Здесь вы видите, по-моему, в положении, да? Да вы знаете, я вот не помню, здесь я в положении. Или я здесь опять в положении. Ну, а всем кажется, что я все время была в положении. Очень смешно было, что когда я приехала, у меня еще был там маленький срок, а к концу этого сезона, я говорю, они мне сначала закрывали полотенцами давали, кастрюлю давали в руку, а потом они просто стали машины подгонять. Последние серии я вот так подъезжала машина, и я вот так играла. Потому что уже никак, даже когда краб был какой-то, все артисты работали только, чтобы скрыть мой живот. Очень прекрасное время было. И знаете, что на самом деле вот... Мы с детьми приезжали туда, да? Да, это было в Крыму, там жили коммунные. Все время, знаете как, мы пианически заходили в кадр. То есть мы вот так вот, мы жили, мы готовили борщи, я помню. Все ели, обедали, варились раки. Значит, Аросева там приходила, Зельдин. То есть это было такое. Потом надо говорили, иди поснимайся. Давали текст. Мы вот так вот, проходя мимо камеры, что-то играли. И опять шли, куда-то опять ныряли, заныривали. О, погодка. О, ну ничего. Аккуратно. Не позагораем, так хоть поплаваем. Да, здорово, Иван Степанович. Сериал, да, вот почему, может быть, его так любят. Мне кажется, там есть какой-то вот заряд такой вот этой вот... Там есть жизнь. Такой радости и куража, и вот это вот удовольствие от жизни. Что вот, мне кажется, в этом вообще секрет его успеха. А у вашей Ларисы из Сватов есть конкретный какой-то прототип? Вы с кого-то, да. Нет, у меня нет, у меня какой-то собирательный образ из моего детства, из моего... Просто это было, знаете, как это как... Сейчас вот собираются снимать, я говорю, слушайте, надо посмотреть, хоть вспомнить, что я там играла. В Белоруссии, по-моему, да? Да, чтобы как-то, потому что у меня там и говор, и все, и какая-то такая вот... Мне кажется, переоденетесь, подойдет Кравченко в кадр. И мы с ней все, мы друг от друга закоротимся. И все будет вспомнить все. Прям-сямские близнецы. Так вы что, одновременно на дверь налетали или по очереди? Смешно, да, Лариса Петросяновна. Да не, Ларис, это они на дверь налетели, когда супружеское ложе поделить не смогли, вот они у двери. Все, все, комический дуэт, тарапунькаешь ты. Кстати, ведь у вас у обоих фамилии, да, вот это Украина, так, корни. Ну да. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит на... Тяжело, это все. Тяжело, как, 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 ну, да, сейчас... Нет, всем хочется, чтобы вообще, конечно, все примирились, и это все... Я думаю, нам с всем надо жить вместе. Все вместе, конечно, нельзя вообще никак, мне кажется, разделить. Все вместе, ну, тут уж мы особенно влиять не можем. Даже вот мои братья двоюродные, тоже одно время как-то так они нас, вот вы там, оккупанты, фашисты, все такое, общаться перестали. Вот сейчас уже... А они там, да? Да. А сейчас вот приезжал брат и был так удивлен, что не так, как у них показывают у нас. А Савель-то по стопам родителей пойдет? Я бы не хотел. В профессию. Мы не знаем, куда, да, но не хотелось бы, честно. А что, хорошего? Да, что, прям совсем-совсем-совсем все плохо? Слушай, ну вы же еще... Да ладно. Сынок звонит. Да, вот прям вот старший? Старший. Вот мы про него говорим, нет, ну вот просто не поверят, подумают, что это вот... Ну давай, громкую связь. Алло. Громкую связь, включим. Сынок, а мы тут в передачу как раз про тебя говорим, какой ты у нас прекрасный сын. Спросите, он сам-то хочет быть? Спрашивают тебя, хочешь ты быть артистом, сынок? Делай громкую связь. Да, хочу. Ну поговорим об этом, обсудим это на семейном совете. Сын, сын хочет. Все хорошо, папа, мам, только давай без вранья, ладно? А какой вранье, сынок? Мам, так давай без вранья, ладно? Все, потом это сейчас будет. Мы потом обсудим, давай. Все, нет. А вранье, это то, что мама сказала про него в передаче, как было на самом деле. Он сказал, ты, конечно, вообще про меня такое сказала. Ну, про электронный журнал. Про электронный журнал как раз. А у него пятерка, а у него там трое. А у него там все как это, да-да-да. Ой, сыночек, сыночек, господи. Как ты вынес-то здоровый, какой стал, а? Ой, я не могу, прям не узнаю тебя. Ну, чего ты? Ой, господи, я тебя испобитываю. Чего ты подрался-то, а? Скоро приеду уже, Слав. Это ведь вы ведете... Кинотавр. Кинотавр. Вот когда видят родители на экране, когда мама там, платье в таком. Не смотрим мы, когда где-то я выступаю. Не смотрит вообще. Папа смотрит. У нас нет традиции. А вам, кстати, вот стиль больше какой нравится? Вот такой в вечернем платье, когда жена? Или там, не знаю, джинсы? В каком образе вы вот когда вспоминаете? Что ее вспоминать-то? Вот она. Ну, так она все время на гастролях, наверное, вспоминать-то приходится. Ну, не все время она на гастролях. Олеся, а вам стилистика какая нравится? Мужа моего? Спартака, да. Ну, в разных бывает. И в форме бывает. Бывает, что мой муж тяготеет, я скажу, к чему. Можно, да? Давай. Любит мой муж пеньки, одеть бушлат, и чтобы нора какая-то была. И чтобы это было все камуфлировано в каком-то... Много карбанов. Нора? Я так шучу. Я норный. Норный. Я крупный для норного. Я какие-то ему привожу подарки какие-то, да, там, рубашки или брюки какие-то такие красивые. Вот три пары обуви привезла в последний раз из Эстонии, которые благополучно собака уже съела. Они сильно погрызли, другие чуть-чуть. Да, но они у меня от этого еще милее. Еще милее. А детей кто одевает? А Гаши я выбираю. А Гаши я выбираю. А мальчиком стало быть Спартак? Нет, не всегда. Да, Спартак что-то... Я тоже, например, привожу и мальчикам одежду какую-то. Они еще так быстро растут. Откуда ты приехала? И с утра захожу в комнату, а мы спим на одной кровати. Я и два сына старых, ну, маленьких. Одному три года, другому шесть. И у меня не было три дня дома. И я захожу, лежат два богатыря на моей кровати. Ну, есть в кого. Есть в кого. У нас, кстати... Гена, это да. Да, да, да. Не знаю, Гена, я очень стройный. Я худой и стройный. Но они мелкие, скажем так. Ну, не мелкие. Очень обычные, не мелкие. Вполне обычные, средние. Ты, Тюрин? Ты? Культурист. Нормальный фигур. Смотри, вот это творчество. Это детское, нет? Да, это детское творчество. Ага, это... Это вот Прохор мне сделал, он чашечку такую вот. У нас такой рукодельник Проша. Удивительно добрый мальчик, вообще выше всех своих сверстников. Сколько мы сейчас? Шесть лет. Мать задумала. Я ему сегодня говорила, Фомуша, он мне говорит, ну, вообще-то я Прохор, мам. Я говорю, прости, сынок, прости. А это вот Прошина, это вот мне подарок, это вот такая вот... Это похоже, на самом деле, на мексиканский кактус. Да, да, это вот Прохор подарок сделал маме, а это дочь моя сделала подарок мне. Вот такой вот с 8 марта дети меня поздравили. Они сегодня мне... Кстати, сразу видно, что девочка, потому что все так аккуратно. А еще в это 8 марта я спала с утра, я иногда прошу, когда я потому что рано возвращаюсь, с поездов, с самолетов, и говорю, можно, мама поспит 40 минут. И 8 марта они все стали ко мне, значит, это, пока я попросила, дверь закрыла, они, значит, все стали приходить по очереди и приносить там. Прохор принес какой-то вот листочек там, какой-то цветок, который там на ножке не держался, падал куда-то там нарисованный от руки, там что-то такое. А Гаша принесла вот это мне, а потом через какое-то время поняла, что, видимо, мало этого, и принесла такое же, но в белом исполнении, только вырезанный еще там клей не засолок. Ну, а в итоге спать-то не дали. Смотрите далее. Хотят ли Спартак и Олеся пятого ребенка? Это ж подарки. Я тебе еще приготовлю подарок. Неожиданное признание Спартака Сумченко. Мне кажется, чем больше ты актер, тем меньше ты мужчина. Какой фильм изменил всю жизнь Олеся Железняк? Серьезно, он на меня так повлиял? И чем Евгению Додолеву удалось удивить хозяев дома? Я с ней с пустыми руками пришел. Господи, дети обрадуются! Агапия, я так понимаю, в отличие от мамы, она вот интернет-человек, потому что вот мы это нашли... В интернете, да? В интернете, да. Так что вот... Вот это вот она вот эту руку сделает. Да, да. Я так понимаю, что это, видимо, селфи. Я уже смотрю, если она по этой руке получит... Да? Не разрешаю? Нет, нет. А как наказываете? Знаете, Спартак наказывает сну. Спать? Спать. Сегодня Татьяна Дорда мне говорит. Кравченко, да. Она все время почему-то говорит, она мне все время говорит, ну не бей ты их, я тебя прошу. Я говорю, Таня... А Лесья никогда никого не бьет. Я говорю, а почему что? Я говорю, ну я тебя прошу, не бей. Меня мать била, ну не бей ты там. Я говорю, Танечка, вот такая история. Нет, они знают, что я могу ударить по попе? Ну, по попе. Нет, Спартак не бьет детей. Ну, почему-то все вот понимают, что это может быть больно. Вот Спартака слушаются дети? А вас нет. Нет, у меня тоже слушаются. А ее любят. Нет, нет, меня слушаются тоже. Ну, я... Мамы. То, что я много работаю, конечно, у работающих мам все равно есть этот комплекс вины, понимаете? Митя. Все начинается. Мне кажется, что у нас будет ребеночек. Актриса рожает, это же всегда на процессе. Вот мы обсуждали с ватой, что там какие-то. А в театре как из положения выходили? Вы же должны были Марку Анатольевичу сообщать. В линкоме, кстати, я рано переставала играть. Я в линкоме там месяцев четыре переставала играть. Но потом, правда, выходила, когда вот там малышам уже был месяц, я уже выходила. Уже через месяц? Да, ну я просто с собой носила ребенка, как бы, то есть для меня это... А где, за кулисами? Да, 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 да. Бабушка была, Спартак был возле театра с колясками, сестры помогали. Мы вот так живем, что я думаю, когда там говорят про детей, нельзя же быть готовым, правильно? Там как бы нельзя подготовиться к этому. Поэтому мы поняли, что надо просто принимать вот то, что посылается. Ну, это же очень... Это же подарки. Мы просто приняли эти подарки как... Ну, все-таки вот подарок, который можно немножко подготовить. Я тебе еще приготовлю подарочек. Марк Анатольевич ведь вам как-то сказал раз, что вы последовали примеру Анжелины Джоли. Да, сказал, может, хоть... Просто выбрали где-то в Африке. Давайте как-то в Африке, в Эфиопии... Мы не будем следовать примеру Анжелины Джоли. Да. Потому что это не наш. Вариант. С Африем я как-то более-менее, вот, как уже сказал, ситуацию уяснил. А Агафья кем вы видите? Она все рассказывает, что она хочет быть врачом. Но мне кажется, она... Какая специализация? Просто врачом. Просто врачом. Но у нее тоже она такая... Сейчас я вижу, Алиса, извини, сейчас я вижу, что у нее есть определенный талант. Она любит, играя, вовлечь младших мальчишек в игру. Они действительно играют во что-то медициноподобное. Или такое... Ну, главное, что они не играют. Главное, что она организует всех. Детский сад или школу, она абсолютно в это погружается. Мне кажется, что Агаша как раз могла бы быть артисткой. Это не мужская профессия. Да, но если дети поймут, что это все равно Спартака, мы же не будем мешать, правильно, делать их несчастное. Будем, я буду мешать. Мы будем вести разъяснительную работу. Сурово. Звучит сурово. Я уже этим занимаюсь всегда. Я привожу примеры. Мне кажется, чем больше ты актер, тем меньше ты мужчина. Насколько я ориентирован все-таки на другое, на семью. Казал человеку, у которого фильмография, там, фильмов 20, 30, по-моему. Так, хорошо. Это кажется. Это кажется все не так обширно и объемно. Это потому, что я просто ориентирован на жену, на семью и детей. В этой профессии сложно этим заниматься. Почти невозможно. Актеров с счастливой семейной жизнью немного. Они есть. Слушаю. Тюрин, ты мне нужен. А вы где? Я в беде. Это кто? Это моя проблема. Теперь и твоя. Куда? Поставь меня. Слышь, поставь меня, я сказала. Он меня переехал. Я потерпевшая. Сторич, черепаха, вы какой-то фильм посмотрели. Да, да. Внимание черепаха. Серьезно, он на меня так повлиял. Когда там вот черепаха, танки, вот он бросался. У меня была черепаха. Я вот ее действительно выносила за трансформаторную будку. Погулять? Погулять. Ждала, когда пойдут мальчики из соседних подъездов. У нас там был Ваня, Олег, Леня. Вот я дожидалась, бросалась на нее, значит, всем своим телом. И кричала, черепаха, черепаха. То есть мне казалось, что это очень, ну, как бы это так здорово вообще. Это так всем нравится, как-то вот это вот. Я танцы танцевала за эту трансформаторную будку. То есть вы актрисой стали вот в тот момент за трансформаторную. Про черепаху-то говорю не просто так, потому что я с ней с пустыми руками пришел. Господи, дети обрадуются так. Реально обрадуются, да? Слушайте, а вы знаете, что у нас пропала же черепаха год назад. Это она, я узнал ее, Олеся. Слушайте, Евгений, нам подарили черепаху. И она у нас, мы ее вывели погулять на даче. На даче, ну, чтобы поела травы. Поехали в храм, вернулись, а мы ее положили в большой вот такой вот таз. Корыто огромное. В корыто. Она была меньше ее в восемь раз, как она выросла, смотри. Это она, я узнал. И она пришли. Вы считаете, что это она? Она, она. Да, как вы определяете? Слушайте, а у нас дети будут счастливы просто. Ой, какая черепашка. Маруся, Маруся, наверное, будет какая-нибудь. Непонятно еще, какого она пола. А, то есть еще такая только-только, да? Ну, мы ее заставим сделать выбор. Выбор. Она определится. Наша семья, она будет определиться. Слушайте, ну это очень здорово. А какие варианты могут быть по имени? Та, которая ушла, была ракета, кстати. Ракета? Да, я назвал ее ракетой. А вы назвали? Кстати, это ты накликал судьбу, потому что она как ракета. Она стартанула. Она стартанула, больше мы ее не видели. Я хочу вам подарить ваш семейный альбом. Мы здесь собрали фотографии ваши. Детишки будут расти, там будут появляться новые фотографии. А здесь, что смогли, мы подобрали. Прекрасный альбом, вообще прекрасный. Ну-ну, всех благ. И вам с плюнями заклепнуться. Только после вас. Это мы на раскопках, кстати, в Ялте. Батя. Батя мой, мамочка. Ой, Лиша. Это моя сестра Людмила. Вот она моя вдохновительница. Ой, какие прекрасные фотографии. У меня таких нет. О, это я Дуню, он, играю. Слушайте, здорово, спасибо большое. Это было приятно, потому что у меня таких фотографий нет. У меня реально нет таких фотографий, правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова